Добрый вечер! В прямом эфире ток-шоу «Давайте обсудим» с вами Гульнара Умарова. Тема нашего обсуждения сегодня на самом деле очень серьезная. Кому-то она кажется избитой, но она всегда своевременная. Самое главное, что сегодня мы говорим об этой теме снова, и, я думаю, еще не раз к этому вернемся, это безопасность дорожного движения, безопасность наших детей и близких. Обсудить с нами собрались сегодня наши гости. Это Марат Аюпович Камалов, профессиональный медиатор. И Леонора Беказеева, представитель общественного объединения Гаухаржола. Динара Абдул-Каликова, старший инспектор отдела МПС, управления полицией города Уральск, майор полиции. И Айбек Асабаев, старший автоинспектор дорожно-технической полиции, управления полицией города Уральск. Добрый вечер, во-первых. Ну и, во-вторых, конечно, действительно, тема серьезная. Она затрагивает каждого из нас, вот вне зависимости, я думаю, от профессии, специальности и возраста. Это безопасность наших близких и нас самих. Динара, ну давайте начнем с вас. Вы расскажете, какая последняя статистика на данный момент по дорожной безопасности? За истекший период на дорогах города Уральска было совершено 86 дорожно-транспортных происшествий, в которых 19 человек погибло и 121 получили ранения различной степени тяжести. Прослеживается небольшой рост по сравнению с логичным периодом прошлого года. Было совершено 82 дорожно-транспортных происшествий, 17 человек погибло и 84 получили ранения различной степени тяжести. Ну, достаточно видна динамика роста между ранеными, то есть почти на 40 человек увеличилось количество раненых. Конечно, это заставляет нас задуматься, делать соответствующие выводы и усиливать именно профилактическую работу по всем направлениям. Действительно, статистика, конечно, хотя цифры кому-то покажутся не таким большие, на самом деле пугающе. Вот, например, я приведу международную статистику. По данным Организации Объединенных Наций, каждый год в ДТП погибает более 1,2 млн. человек. Травмы на дорогах получает 50 млн. человек по всему миру. Это очень страшно, я думаю. В Казахстане в среднем ежегодно погибают, но это вы знаете, 2,5 тысячи человек. Это средняя цифра. И непонятно почему, казалось бы, и профилактика проводится, различная работа. Может, виной всему сами и пешеходы, участники дорожного движения, и водители. Об этом мы тоже сегодня, конечно же, поговорим. Но активное участие вы принимаете, конечно же, в профилактике безопасности дорожного движения. И сегодня представители Общественного Объединения Галхаржола тоже пришли рассказать, как они борются с этим, и как пытаются переломить ситуацию и нашу статистику. Вот, Марат Аюпович, расскажите, вот этот меморандум, который заключили, но не так давно, в чем он заключается, и как он помогает безопасности дорожного движения? Ну, вот в марте вместе заключили меморандум, общественное объединение присоединилось со стороны Казахстана, Западно-Казахстанской области, и иностранной компанией «Шелл», «Аджип», и при содействии Западно-Казахстанского областного акимата. Вот в чем его, как бы, посыл этого меморандума? В основном это обеспечение безопасности дорожного движения. В основном детская смертность от 4 до 14 лет. Вот наша программа, я даже вот взял образовательный пакет по дорожной безопасности, мы такие выпускаем, и проводили семинары для образовательных учреждений, школьных, дошкольных, и учителям, которые участвовали в этих семинарах. Каждому такой пакет вручен был, и в течение следующего учебного года тоже по школам будут проходить вот эти мероприятия, семинары, разъясняющие, обучающие учеников, как пользоваться правилами дорожного движения. Ну и общественность тоже подключается. Было проведено несколько семинаров в этом году уже, как я говорил, по образовательным учреждениям, и были проведены семинары для автопарков, для таксопарков, для звена среднего, который именно консультирует, инструктирует водителей, выпускает на линию транспортное средство, проверяет его пригодность к эксплуатации. И все вот такие вот моменты, они тоже прошли, где-то порядка 70 человек с автопарков прошли вот это обучение, где-то около 70 человек с образовательных учреждений. И потом наши иностранные эксперты, которые проводили семинары, они тоже пригласили дорожную полицию сотрудников для того, чтобы расширить их кругозор и практику применения вот этих инструментов соблюдения дорожного движения зарубежного. Тоже они обучались. Понятно. Да, здесь в городе, на Боксаево езжали, тоже обучали. Это больше 200 человек уже прошли эти семинары, получили сертификаты, то есть они в дальнейшем уже, согласно этих сертификатах, они могут в своих учреждениях, в автопарках, в таксопарках, учителя в школах проводить соответствующие обучающие занятия. Ясно. Но вот, Элеонора, вы тоже принимаете активное участие и в движении, и касательно безопасности тоже. Насколько вот этот принятый меморандум, стратегия, которая тоже безопасности дорожного движения, она эффективная и действенная, о которой Марат Айупович говорил? Несомненно, принята стратегия новая, да, и она, наверное, будет направлена более на новый лад. У нас создана рабочая группа из профессиональных представителей департамента полиции, образования, здравоохранения, транспорта, да, и они уже, поступило ряд предложений, к которым они уже начинают работать. Естественно, надо проводить разъяснительную работу не только в школах, да, но я, допустим, как мама ребенка, да, который ходит в школу, тоже очень обеспокоена тем, что у нас на дорогах небезопасно. К сожалению, в случае аварии, вот, да, случается на дорогах, и тут винить либо водитель, либо пешехода, это, ну, здесь, может быть, и там, и здесь, да. Но я считаю, чтобы уменьшить, это, точка зрения моя, как родители, уменьшить, вот, в случае ДТП на дорогах, нужно приучать детей учить дома правилам дорожного движения. Но мы несем ответственность за детей, когда они дома. Когда ребенок в школе, там несет уже школа. В учебных заведениях нужно проводить почаще правила дорожного движения, какое-то театральное, может быть, представление, чтобы детям было не скучно, чтобы было, чтобы они знали, да, основные правила есть, цвета светофора, как переходить дорогу, где переходить дорогу, чтобы они, дети, они не как мы, они не прислушиваются, да, они не смотрят по сторонам, и они даже могут не увидеть, как из-за угла выезжает автомобиль. И поэтому, когда случаются такие случаи, вот, и есть же виновные, да, дети, не там перешел, не так разъяснили. Сейчас наступает школа, период лета заканчивается, начинается школа, и мы, как родители, многие родители, особенно маленьких детей, они обеспокоены. Мы же не можем их за ручку постоянно в школу водить, хотя школа, вот, у нас проводит собрание и рекомендует встречать детей, если вообще вечернее время, вторая смена, встречать детей по возможности. Понятно. Ну, вот вы сказали, светофоры, да? Давайте призовем и других родителей тоже принять участие в нашей сегодняшней беседе. Мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 269077, есть и WhatsApp 8701-212-4242. Я напомню, что вы можете обратиться, оставить свои пожелания, либо вопросы касательно безопасности дорожного движения нашим гостям. Ну, вот вы сказали, светофоры, да, переходы, родители волнуются. И не понаслышке об этом вопросе знает наш гость Айбек. Да, здравствуйте. Айбек Кондасинович, расскажите, вот по пешеходам, вот, да, по переходам, например, Элеонора как мама волнуется. В каком состоянии сейчас? Много ли у нас светофоров? Ну, на сегодняшний день, на сегодняшний день в областном центре, то есть по городу Райск, у нас 76 светофорных объектов, то есть это в 76 местах устанавливается светофорный объект, пересечения улицы, так. И основные светофоры сейчас функционируют в штатном режиме, но вот по случаю недавних природно-стихийных мест, у нас, как все знают, вот в некоторых местах светофоры мы в день, например, на полчаса, на 40 минут, на ремонтную работу отключаем, потому что надо будет остановиться в рабочем состоянии сейчас. В данный момент мы с местным исполнительным органом, непосредственно с отделом пассажирных транспорта и автомобилей дорог города Райска эти работы проводим, и основная загрузка это проводится на подрядную организацию, которая занимается непосредственно обслуживанием светофоров. И на сегодняшний день все светофоры в рабочем состоянии, но у нас в рабочем состоянии, ну, бывают моменты, когда мы для технического обслуживания выключаем или там по меру технических возможностей в данный момент не работают. Понятно. А что касается пешеходных переходов, в областном центре, то есть по городу Райск, 376 пешеходных переходов имеется, из них 6 пешеходных переходов, это режим регулирования, светофорный регулирования, то есть, наверное, жители все заметили, например, в районе Пединститута мы установили, в районе Сырымдата, этот рынок Алтандар, который установлен с кнопкой вызова пешехода, то есть пешеход в данный момент перед переходом приходит, нажимает кнопку вызова, и через некоторое время ему, то есть, разрешая светофор, сигнал светофор загорается, и он дальше переходит в безопасном режиме пешехода. Ясно. Вот, Айбек Кундасинович, вот вы говорите про переходы, да? У нас на WhatsApp поступил вопрос, давайте я его озвучу как раз в тему. На пешеходном переходе около Казыту, это пожелание телезрителя, необходимо установить регулируемый светофор с кнопкой для пешеходов. Это очень местно, мы этот вопрос вот недавно обсуждали. Именно Казыту, да, район? Давайте ответим тогда телезрителям. Так, в списке мест, которые мы местным исполнительным органом провели, некоторые места, которые установят более аварийно-опасные участки, то есть среди них тоже, наряду с этим, четырех нерегулированных пешеходных переходов, в разряд регулированных с кнопкой вызова перевести проспект Назарбаева, улица Алмазова, то есть где юбилейный останок, потом следующий пешеходный переход, это улица Курмангазе, улица Алмазова, то есть торговый дом Урал, и проспект Евразия, научно-техническая библиотека, и последняя улица Мамета, останок Казыту. Планируется, да? Это в плане местных, мы по результатам обследуем дорог совместным местным исполнительным органом, мы также к этому вопросу приходили неоднократно, и мы общим местным исполнительным органом приняли такое решение, чтобы в дальнейшем найти средства и установить на этих местах такие же... Ясно. Айбек Кондасинович, у нас есть телефон звонок телезрителей, и потом продолжим нашу беседу. Добрый вечер, говорите. Слушаем вас. Добрый вечер. Да, да, добрый вечер. У меня такой вопрос. Поставьте стрелку поворота с стороны автовазала в сторону репзавода. В сторону репзавода? Понятно, спасибо. Это, наверное, вопрос к вам. Хорошо, да, это вопрос непосредственно ко мне. В данный момент надо будет нам этот вопрос обсудить местным исполнительным органом, и непосредственно, так как у нас там светофорном объекте установлены, системами фиксации нарушения интеллектуального режима. Но этот вопрос нам надо будет обсудить местным исполнительным органом. Скорее всего, посмотрим и в дальнейшем сообщим через массу информации. Я бы хотела добавить. Да, конечно. По поводу того, что здесь как-то так прозвучало, во всех школах есть типовые программы. С 1 по 8 класс дети обучаются. Детям оставляют оценки за изучение правил дорожного движения. То есть это непосредственно на контроле не только, скажем, у полиции. Этим занимается целенаправленно. Есть специально обученные люди, которые получают сертификаты не только от общественных объединений, но и от государства на проведение занятий по правилам дорожного движения. У всех детей в дневнике есть маршрут движения от школы до дома. Это контролируют как сотрудники образования, так и сотрудники полиции. То есть мы совместно делаем эти маршруты. Допустим, один образец и в дальнейшем первоклассники с 1 по 3 класс. У них это в дневнике вместе со своими личными данными. Они указываются кто-то, ну, вшивают куда-то еще дополнительно, но в дневнике они обязаны это носить. И я добавлю, наверное, к Леоноре немного. К сожалению, на практике жизнь показывает, как бы в школе не обучали детей. Все-таки вы пример для родителей. Да, это самым главным родителям. И недавно был такой инцидент, что сбили на проезжую часть девочек, которые переходили на красный сына с фотофором. В такой приватной беседе выяснилось, что детей в школе учат, маму учат, папа. Папа нарушитель. Для детей отец авторитет. Как бы ни обучали мы, чтобы мы не показывали, акции не проводили, дети смотрят на родителей. Для кого в семье, кто авторитет в семье, тот он и важнее. Не врачи, не педагоги, не полицейские. Для них никто не такой авторитет, как сами родители. Поэтому, дорогие мамы, в первую очередь бы хотелось бы обратиться. Ну и, конечно, только к мамам, к родителям. Оставляя детей в детсадах, в школах, на преподавателей. В первую очередь, нужно надеяться только на самих себя. Потому что это ваши дети. Если завтра с ними что-то случится, много слышно таких фраз. Да я вас засужу, вы сядете на 10 лет. Можно водителей на пожизненное, при желании, конечно, садить. Но если есть где-то запасной ребенок, да, его достать и нового отправить в школу, то, конечно, это возможно. Дети у каждого одни единственные. И доказывать кому-то принципы свои. Я думаю, дорога – это не то место, где нужно такими вещами разбрасываться. Поэтому всегда детей в первую очередь нужно воспитывать в этом плане. Быть осторожными. Несмотря на это зеленый сигнал светофора, красный сигнал светофора, пешеходный переход. Как бы то ни было, должен быть разум. Разумные действия. Подсмотрите в последнее время на молодежь. На пешеходном переходе, пользуясь тем, что это пешеходный переход, хотя в правилах черным по белым указано для безопасного движения через проезжую часть. Наши пешеходы об этом забывают. Они идут в наушниках молодежь, в капюшонах. Они могут позволить себе здороваться. Особенно вот на казыту на пешеходных переходах студенты. Один идет с одной улицы, другой с другой. Они останавливаются посередине дороги. Они здороваются. Это же просто неуважение. Это элементарно. Это в любой семье прививается. Тут никаким правилам дорожного движения не поможешь, если человек сам по себе такой. Поэтому все-таки нужно в любом состоянии, в любом положении оставаться, в первую очередь, людьми. А потом, конечно, все-таки по букве закона следовать правилам дорожного движения. Верно. Вот вы затронули как раз больной вопрос, к которому мы постепенно подошли. То, что родители, как говорят, дурной пример заразителен. Если родители подают пример, то никакие воспитатели, акции, полиция тоже, конечно же, делает все возможно. Но если родители не научили, вы верно говорите, то ребенок тоже не научится. Вот вопрос к вам такой, да, как представителя общественного объединения, Элеонора. Может как-то чаще больше работу с родителями проводить? Потому что на самом деле вы, хотя, скажем прямо, скромно так сидите, вы проделываете колоссальную работу. Для вас это ежедневный труд, как и для нас, наша профессия. Но на самом деле спасать многие жизни. Но все это, к сожалению, может пойти на сморку, если родители не воспринимают это. Согласна. Конечно, родители – это главный пример для детей. Если вы, беря ребенка за руку, переходите на красный свет, то это уже для него какой пример. Или с папой, да, едут в машине, не сбавляя скорость, не пропуская, нарушая правила. То же самое, я по этому согласна. Проводить с родителями, да, я считаю, что это очень важно, это нужно. И мы это обязательно возьмем в план действия. На родительские собрания, наверное, да, можно даже... Да, даже надо на родительские собрания. Да, именно с родителями. Потому что родители считают, что они все знают, ничего нового не придумываешь. Они же иногда говорят, ну что здесь про дорожное движение, вы что-то новое хотите предложить? Да, мы все это знаем. Но дело в том, что родители должны правильно донести до своего ребенка. Показать, вот, как Геннадий говорит, быть примером, да, кто в семье авторитет, того ребенок и слушает. Вот, ну, а у нас же привыкают потом винить дороги, государство, полицию, но только не себя, только не своих детей. Я прям вот согласна, я всегда, когда мы едем, я вижу, что на пешеходном переходе переходят люди не спеша, в развалочку, да. Вот, у меня папа свой водитель, да, со стажем, и он никогда, никогда не нарушает правила, он поедет как положено. И он всегда говорит, ну, торопится автомобилист, ну, значит, первый патент на тот свет. Ну, вот он так шутит, я имею в виду, и он всегда нервничает. Вот он каждый день, вот даже вот лишний раз я с ним поездить не могу, он мне говорит, давай ты на автобусе доедешь, у меня нервов не хватает ездить по дорогам. Потому что первые нарушители, пешеходы, в неположенном месте, у нас же много опасных перекрестков, да. И вот как раз часто, да, сталкиваетесь. Практически все знают, что переходить улицу надо по пешеходному переходу, и в это время они считают, что пешеходный переход, это у них броня. Да. Они, вот, опять же, телефоны, научник, все остальное, даже ничего, если нет, он просто не смотрит на автомобили. Автомобиль тоже, водитель тоже может быть зазеваться или нарушить или всякое может быть. Такие случаи были, помните, водителям бывало плохо за рулем, да, машина может быть неисправна. Поэтому, когда наступаешь на пешеходный переход, так же, как и где нет машин, налево-направо надо посмотреть, убедиться, и потом только идти. В любом случае, даже если горит зеленый, все условия... Потом идти надо правильно, согласитесь, вот буквально сегодня я наблюдала, мамаша идет где-то с пятилетним ребенком, он плетется сзади через зебру, она болтает по телефону, ей не до него. А дошел он, не дошел, он даже не смотрит. Такие случаи тоже бывают, да. Например же, вот на патрульных машинах установлены видеофиксаторы, да, видеорегистраторы. И вот одно дело, когда ты смотришь какие-то зарубежные новости, да, что происходит с видеорегистраторами, и другое дело улицы твоего родного города, и вот эти страшные кадры. Вот, как вы говорите, очень много таких случаев. Мамочки ведут детей по дороге, и ребенок со стороны проезжей части. Мамы переходят дорогу с коляской, даже не видя, что происходит. Водитель тоже не всегда... Конечно, он обязан, да, сбросить скорость, но определенные тоже моменты бывают. Это страшное видео, ДТП вот на наших улицах, где водители забивают эту коляску, да, который... Есть ряд вот просто элементарных правил. Если переходишь дорогу с коляской, вытащи ребенка из коляской, неси его на руках, коляску отдельно. Если у тебя в руках ребенок, то есть если он такого возраста, что он не может достаточно быстрым шагом идти, возьмите его на руки, да, допустим. Какие-то вот есть меры. Потом такие жестокие люди видят, стоят дети, никогда не помогут чужих детей перевезти. Вот они, бедненькие, будут стоять пока... Вот в основном взрослые поколения все-таки как-то, ну, по совести, что-то переведут. Коляску, я в том, что никогда не помогут. Да, молодежь нет, стоят дети, они бедные, и стоят вот школьники. Я говорю, ну, все-таки, наверное, надо как-то всем миром, да, все, не то что заинтересованные органы, да, вот как-то вот пока все вместе за проблемой не возьмемся, не решаем. Просто кажется, что с тобой этого никогда не будет. Вот я всегда так говорю, когда человек одевается утром, вот мы сколько раз приезжали на ДТП, и вот, ну, нельзя такие вещи говорить. Ну, человек, когда он умирает, он же разные позы принимает, и разные у него как бы... Может, чаще нужно показать такое оснообразное. Оголяются различные части тела. Чаще можно показать последствия. Презентабельный вид, а у кого-то не очень. То есть мы же никто утром одеваемся, мы же не говорим, я одену красивое нижнее белье, красивое платье, а то в морг привезут, и неудобно, да. Мы же так никто не говорим, никто не задумывается. И люди, которые оказываются на этом месте, они также никто не думают, что они бы там оказались. Мать, которая отправляет ребенка в школу, даже он, пускай не младший класс, а старший класс, она не знает, что мы позвоним ей через два часа и скажем, «Здравствуйте, я майор полиции Абдулкаликова, пожалуйста, подъедьте на проспект Досток Евразии, если ваше ребенка нас разбили». Никто к этому не готов. Но это такая жизнь, к сожалению, реалии жизни таковы, что это с любым можно случиться. А может, нужно это помнить, хотя бы в голове держать? Ну, мы стараемся, но в любом случае до сознания это нужно достучаться. Наверное, какое-то поколение уже все-таки упущено. И вот сейчас, в которые дети подрастают, мы должны уже с детсадовского возраста до них доносить. Нельзя, нельзя, нельзя. Доносить и пример показываешь. И пример показывать, конечно. Айбек Кондасинович, ваш любимый телезритель спрашивает, касательно светофора, наказывает, какой будет срок установки и желательно до зимы? Ну, это мы, сейчас в данный момент конкретные сроки мы не скажем, потому что так, это все на исполнении. В планах пока, да? Ну, в планах, да, но это все касается в основном финансирования. Это финансирование зависит. Финансирование, конечно, местные исполнительные органы за это, конечно, взялись, но конкретные сроки мы точно не скажем. Но в первую очередь, в приоритете, который я продиктовал, четыре пешехода-перехода, они в приоритете, которые должны быть таким системой установлены. Понятно. Ну, если вернуться к родителям, тоже, конечно же, как говорится, не дай бог, никто не думает, что ты уходишь, провожаешь родных, и, возможно, в последний раз. Но, к сожалению, это реальность. Как бы мы от нее не отворачивались, думали, что это где-то в новостях, в фильмах. Это случается очень часто, и с нашими знакомыми тоже. Как вы считаете, какие еще меры нужно принять? Казалось бы, уже все есть. Вот и наглядные пособия, брошюры. Полиция работает активно. Вы тоже работаете. Что еще нужно? Меры должны как бы всесторонние быть, не только дорожные полиции, или соответствующие службы, которые государственные, не государственные. Допустим, сейчас общественное объединение занимается этими. Наша цель, основная, вот наш посыл довести до общества. Для чего мы собираем? Вот как раз автопарки, таксопарки. Вот в летний период посетили несколько детских лагерей, где отдыхают дети, где-то около 700 человек. Там провели как раз театральные выступления на тему соблюдения дорожного, правил дорожного движения, изучение знаков. Какие-то там дискотеки вручили, вот эти вот, есть такие... Светоотражатели. Да, светоотражатели, брелки, которые на ранце к детям пристегивают в зимнее время, когда машина едет. Я, к сожалению, не взял. Его видно, вот такие вот вещи изготавливаем. Ну, работ таких много проводится. Самые, как бы, не только, я как говорил, дорожные, а пассажирские у нас есть движения. Как вы сейчас говорили, женщина с коляской в автобус не может сойти, или трудно на самом деле. Я тоже пользовался общественным транспортом, в автобусе, который ходит, некоторые у них взрослому человеку подняться, где-то там три-четыре ступеньки, а если женщина с базара, а если она с детского сада с сумками, а ребенок, который в первоклассе у него там за спиной ранится, и туда подняться не очень легко, поэтому вот эти пассажирские перевозки, которые занимаются, они уже 30 лет, они вот эти автобазами заведуют, уже пора как-то автопарк тоже привести к тому, что автобусы должны быть соответствованы... Легкодоступным маршрутным движением, да, городскому маршрутному движению, внутри города. Вот эти сельские варианты, они для села, там где нет дорог, здесь дорог есть, вот на самом деле туда тяжело подниматься, вот такая узкая дверь, почему автобусник ругается, когда водитель его не пропускает, на этом пазике, там вот такой поворотник маленький, его не видно на самом деле, что он поворачивает. Это вопрос, да, на самом деле, к автопаркам, Марата Аюповича, да, тоже большой. Ну вот это вопрос, как поднимать, да, то есть это и есть как раз основа, когда предприятия, которые должны в первую очередь обеспечить безопасное дорожное движение, тем более мы платим за проезд, вот они должны все это соблюдать, и тогда вот будет, когда общество будет к этому относиться, не только один гаишник там, или вот эти, которые подписали меморандум товарищей, все остальные тоже должны заниматься, каждый на своем месте, выпуская ребенка за порог из дома, уже надо как бы предусмотреть, какие моменты у него опасности в жизни, в том числе безопасное дорожное движение, одно из них тоже. Надо сказать, и вот послали за молоком, там-там поворот, ты так продаешь, так продаешь, остановишься, посмотри на ряда. То есть полностью проинструктировать, не так, чтобы бегом. Ну вот сегодня надо отметить, что, конечно же, не только представители своей профессии, да, определенной организации, но мы с вами все еще и родители, конечно же. И нас, как родители, не может не волновать, что происходит с детьми, когда мы их выпускаем в школу, в садик. И, разумеется, конечно же, мы можем воспользоваться сейчас, буквально на последней минуте, возможностью обратиться к родителям. Динара, давайте начнем с вас. Какие еще пожелания родителям, чтобы прислушались с ними? Ну, у меня пожеланий мало. Я обычно ругаю родителей. Пожелать мало, что могу. Можете поругать? Ну, обычно ругаю, наверное, как-то. Все-таки все начинается с семьи, кажется, мелочь это все. Заезжаешь во двор, все живем, наверное, в благоустроенных дворах, да, я не знаю, как у вас, у нас заезжаешь во двор. На дороге лежат детские самокаты, велосипеды. Мамочки сидят, ноль эмоций. Дети, ноль эмоций. Мне не трудно, я выйду из машины, я уберу. Но с этого же начинается отношение в целом к водителю. Дети уже себя, как пешеходы, позиционируют. И мамы это, может быть, не одобряют, но и не препятствуют этому. Это уже показатель. Водители назад паркуются, дети играются за машиной, прячутся. Пока несчастный случай не случится во дворе, так и происходит. Водители и ругают. То есть мамам нужно следить, да, больше? Мамам не нужно быть такими безинициативными, равнодушными. Половина, если в телефоне, то другая просто наблюдает. Вот эта наблюдательская позиция, равнодушная ко всему, она вообще, это болезнь, по-моему, нашей молодежи в целом. А вы как считаете, Айбек Кондасинович? Ну, я... Что еще нужно сделать? Сказалось бы, все делаете уже. Ну да, мы стараемся, все. Ну, по сути, не только мы, все, даже местные исполнительные органы, даже любой водитель, в таком случае, когда торт сталкивается, это чисто позиция такая, что безопасность прежде всего. Конечно, никому проблем не охота не иметь на своем плече. И, с одной стороны, безопасность детей, не то, что детей, всех участников движения, безопасность, безопасность то, что... Конечно, безопасность детей – это приоритет, но участников движения, всех, это должно быть у нас, на самом деле, уже заложено в мыслях, что как водителя, как даже любого инспектора полиции, любого, например, общественного деятеля, но, на самом деле, это должно быть заложено так. Думаю, что безопасность прежде всего. Илеонор Маратайопович, что еще нужно? Ну, вот у нас на круглом столе один из общественных предложил, как бы, город без автомашин. То есть, вот где-то в Европе это увидел. Но это пока невозможно, да? Почему невозможно? Мы, если строим новый микроэн, уже при строительстве микроэн можно предусмотреть эти стоянки за пределами жилого массива. То есть, как вы сказали, самокаты валяются, они должны валяться там, дети должны там играть, а машины должны за пределами жилья, там, где-то оно устанавливается. То есть, вот эти при строительстве нового микроэнта уже можно. У нас желание, в принципе, нет подземной парковки, не говоря уже о других вещах. Илеонора, ваши пожелания к родителям? В связи с тем, что количество автомобилей на дорогах в последнее время все больше и больше, я хочу просто пожелать и пешеходам, и водителям, просто берегите себя, уважайте друг друга, и тогда, возможно, мы сведем к минимуму все вот эти все нехорошие происшествия. Хорошие слова, да. К сожалению, время эфира ограничено. Будем надеяться, что хотя бы немного мы достучались до родителей, хоть немного они прислушались, и, к сожалению или к счастью, мы еще, я думаю, не раз к этой теме вернемся. Спасибо за то, что приняли участие в сегодняшней программе, ответили на все наши вопросы, и, думаю, затронули души тоже многих родителей. Это было ток-шоу «Давайте обсудим». Сегодня мы говорили о безопасности дорожного движения. Берегите себя, и до встречи в следующем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok